Первый раз я столкнулся с португальской медициной, когда сломал мизинец на правой ноге. Сейчас все расскажу подробно. Начну рассказ издалека, чтобы вы поняли, как это произошло. Те, кто был на севере Португалии, прекрасно знают, что хорошие дни летом нужно караулить. Нередко частные туманы, ветер с севера и позагорать иногда очень непросто. Лежишь на пляже и мерзнешь. Но это относится только к северу Португалии. На юге в зоне Алгарви жара постоянная. В один из летних дней мы с моим сыном пошли на пляж. К нашему удивлению, в обед северный ветер не поднялся. Мы поняли, что сегодня идеальный день позагорать. Но смущало лишь одно, что мы пришли без еды, так как не рассчитывали на такой подарок и максимум думали будем тюленить до обеда. Решили сделать так. Быстро домой, кушаем и по-быстрому обратно. Но, как говорят, Бог предполагает, а человек располагает. И на одном из виражей в квартире я не вписался в дверь и, обстоя к двери, сломал палец. На, со всего маху. Сын сразу сказал, все, пляж сегодня мне будет. Ехать в госпиталь нужно. А как я поеду, если мой палец в другую сторону что-то показывает? Вы никогда за рулем так не ездили? Вот и я решил, что не поеду, а зайду к соседу. Короче, загрузились мы и поехали лечиться. В госпиталь меня запустили только одного. Соседу сказали, жди. Ну и мне то же самое сказали. Ждал минут 30. Недолго. Позвали к доктору, она спросила, что? И я ей под нос. Вот. Иди, жди. Прошло еще полчаса. Меня позвали. Заплатил я тогда 10 евро. И сказали ковылять за санитаром в белом халате, который потом у какого-то медька отобрал каталку, на которой меня и повезли. Мы поднялись на лифте в травматологию, где мне предстояло хирургическое вмешательство. Здесь сидело больше народ, чем внизу. То есть из регистрации нас сюда поднимали. И уж тут все остановилось. И время, и пространство. Вы вообще себе представить можете? Отличный день в госпитале. Обидно? Да не то слово. Мы сидели друг напротив друга и вздыхали из серии. Повезло так повезло. Все оценили мой синий палец, который был похож на немецкую сосиску, сочувственно вздохнули. Из всех я запомнил только двоих. Это одного француза-туриста, он был с переводчиком, который наступил на одну чудную местную рыбку. Объясняю. Есть тут одна мелкая тварь и серий по виду как наш ерш. Но когда вода теплая, эта зараза закапывается в песок и выставляет свой колючий плавник кверху. И по-моему ждет, когда кто-нибудь на нее наступит. На местном называется пэш-аранье. Помимо того, что все остается у вас в ноге, она еще и ядовитая. И вы идти не в состоянии. А вытащить это можно только в больнице, применяя это самое хирургическое вмешательство. Боль адская. Бедный француз вообще джек-пот выиграл. Он обеими ногами на эту чудо-рыбу встал. Как он их не гнезда отыскал на второй день отпуска, я не знаю. Переводчик рядом с ним был не то слово в шоке. Позвал французского друга в отпуск в Португалии провести. Но француз уже понял, что отпуск у его конец. И от него разило вином и еще чем-то на все отделение. Ну, человека понять можно. Береговые 100 грамм были выпитывать там же. Наркоз. Да и ходить ногами не нужно. Носилие на руках. А теперь катать будут. Лежи себе, попивай в удовольствие. Детской соски только не хватает для окончания картины. А второй тип лежал на носилках с открытым переломом ноги. И все время говорил с кем-то по телефону, перебивая иногда свою речь с тонами. Вот его ребят реально было жалко, так как ему помощь в течение часа никто не оказал. Подходили медики, хлопали его по руке, успокаивали, что-то говорили, но никто на помощь не приходил. По разговорам я понял, что он тут до меня уже часа два загорает, бедолага. Через какое-то время позвали меня, сделали рентген и сказали, чтобы топал в перевязочную. После того, как меня привезли сюда, я ковылял на своих двоих, потому что каталку у меня отобрали. Желобы. Дополнительный 38-й начал ходить середина апреля. Дополнительный 38-й начал ходить середина, но я не дожидался. Тут вообще странное началось. Меня посадили на стул и связали мой мизинец с безымянным пальцем ноги, широким медицинским скотчем. Я, видно, улыбался, как идиот, все ждал медицинского вмешательства, которое придумал. Но что было сказано, все, цыгель-цыгель, домой езжай. Че, все, что ли? А гипс? Сказали, что так прирастет и отправили меня из госпиталя домой с документами к моему семейному врачу. Как потом я стал читать в интернете, так или почти так делают с одним большим но. На палец ложат гипс или фиксируют, но вообще не так по колхозному. Что толку от того скотча было, если палец при ходьбе всегда шевелился и не был зафиксирован. К доктору я поковылял на следующий день, где состоялось торжественное подписание на месяц больничного листа. На такой подарок я даже не рассчитывал, и это посреди лета. Пляж был каждый день. Ковылял туда ежедневно. Правда, на пляже первое время народ косился на меня, когда я выходил из воды, а скотч куда-то слазил. И моя немецкая, уже сарделька синего и вообще всех темных цветов, где-то волочилась сзади. Видок был, мягко сказать, не очень. И я, если честно, до такой степени заотдыхался же вообще забыл, когда заканчивается больничный лист. Сидим мы с соседом на рыбалке, пьем чай. Звонит моя жена и говорит, а ты вообще в курсе, что тебе завтра на работу нужно выходить? И опережая мой ответ, сказал, ладно, живи. Я к семейному врачу уже сходил и без тебя, он еще на неделю продлил. На радостях мы с соседом выпили очень быстро весь этот чай и остались еще на один день рыбачить. Сейчас взорвем это. Еще один раз я буквально недавно, месяц по страховке от фирмы отдыхал. Когда откручивал гайку машины, то со всего размаху врезал локтем по железке. Зато гайку открутил и гематому организовал величиной с теннисным мячиком. Лечение происходило так. Я приезжал раз в неделю, на мой локоть смотрел дядька в халате и проралевал еще на неделю больничный. Все, правда крем еще какой-то выписал, чтобы мазал. Я, естественно, через раз про него забывал и когда само рассосалось, я торжественно вышел на работу, вылечив себя сам. Но если быть точным, то меня недолечили и локоть спустя время дает о себе знать каким-то пощелкиванием, между нами говоря. Еще про страхов. У меня коллега по работе как-то решил закосить и сделать что-нибудь, чтобы пару неделек посидеть дома. Ну, типа травма по работе. А мозгов-то нет, как это сделать? Я ему подсказал. Говорю, возьми шестигранный карандаш. Натри руку, она пухнет. Скажешь, что ударил. И пойдешь отдыхать по страховке. Это чудо. Долго не думая, натерла обе руки, типа для перестраховки. Сделал вид, что ударился и пошел на страховку. Причем ни у кого вообще вопросов не возникло о правдоподобности происшедшего. Ему назначили массаж. А он каждый день натирал перед массажем. Две руки. Но при этом был счастлив. Когда я ему рассказал, как мы в детстве косили, чтобы в школу не ходить, и какие способы на себе проделывали, он очень сильно пытался представить и не мог. Потом еще раз, по моим советам, косил с гриппом, запихав себе в нос канцелярский клей, предварительно из него сделав порошок. Чего сейчас точно делать не нужно. Можно за ковидного сойти. Короче, это привет из старой советской школы, которую я передал братскому народу Португалии. Вообще, мне кажется, медицина в Португалии далека от совершенства. И еще недавно не хватало португальских врачей, и в госпиталях сплошняком работали испанцы и наши. У меня, когда супруга была беременна нашим сыном, то мы вообще никуда не обращались. Как забеременели, так и ходили. Один раз она себя почувствовала не очень, мы прыгнули в машину и рванули в госпиталь, где попали на прием к главной подделению. Сама женщина была из Венесуэлы и училась еще у наших советских медиков. Помнила несколько слов по-русски и согласилась стать нашим врачом до родов. Святая женщина. Жалко, фотографии нет, она нас просто по-человечески пожалела. Потому что так дела не делаются, и кто не попадет, не может прийти в госпиталь беременным и сказать «Возьмите меня к себе, будьте моим врачом». Даже за красивые главки. После родов сына сразу же принесли к жене, и он был все время с ней до момента выписки. Ну, типа, ребенок ваш, вот и привыкайте. А то, что к нему подойти страшно, маленький ведь, это медторсонал не колышет. Сын родился в пятницу, а дома мы уже были в воскресенье. Здесь не особо держат, и если без каких-то там патологий, выписывают быстро. В палате было четыре мамы, и вход свободнее некуда. Родственники шли толпами и просиживали рядом по целому дню. Это особо сильно напрягало, так как ни отдохнуть, ни поспать у рожениц не получалось. Каждый заходил, поздравлял, потом немного болтал, и все. Все утыкались. Телек, по которому вечный футбол, на любом канале. В моем понимании, народ попутал кафе с больницей. Запах кофе и еды из пакетов, которую гости приперли для себя, если честно, то выводил. И как в наших больницах, бахилы какие-то? Угу, сейчас. Все перлись в ботинках, хотя на улице лил дождь. За саму больницу оборудование, я не скажу ни слова. Все на супер высшем уровне. На и современнейшее оборудование, и отличнейший персонал. Но гости к мамам табунами весь день без перерыва, это, конечно, переборы. И я не согласен, как у нас, в наших роддомах, мамаш изолировать. Но в этом и есть и свой резон. Смотрите. Это гробы стоят. Ну, видно, да? Я такие еще не видел. Это какой-то уже современный. Ладно, современный сделано. А расскажу еще один случай из частной медицины, почти филиппинской. Пошла моя жена к дешевому частному стоматологу. У нее выпала пломба. Мы спросили знакомых. Может, знают, кого недорого? О, и мне бы раньше подумать, заподозрить неладное. Вы спросите, что? А то, что у этих зубов нет, у друзей этих. Теперь за слов супруги. Села в кресло, сижу. Он побрызгал из чего-то, медик я имею в виду, на зуб и сказал сплюнуть. Потом скатал какой-то шарик, чуть ли не мякиш хлебный, и запихал его руками прямо в дупло. Примял его хорошенько, сказал, что стоит 20 евро, и вы можете идти. Ребята, у меня супруга по жизни языкастая, и мы ее с сыном всегда вперед пропускаем, чтобы, если что, ну, сами понимаете, она разберется. Но тут она реально офигела и ушла, заплатив за эту шаманскую операцию этому гению стоматологии. Потом дома сказал, что нужно было обратно ему, его же этот мякиш вытащить и денег не платить. Мякиш пломба продержались неделю, ставки были на меньшие. В итоге отдали еще 70 евро, и теперь можно грызть морковку, не боясь потерять зуб. Я не сравниваю медицину и даже не открываю статистику, это зарисовки из личной жизни, друзья. Мне в России одно чудо тоже зуб вставило, через месяц с жвачкой отлипло. Потом внимательно рассмотрел, на нее он ее и прилепил. Я тоже, кстати, по знакомству делал. Ну, а если объективно, то медицина здесь нормальная. Работают разные программы, например, если у вас в семье были больные раком, то обследование будет практически бесплатно. Я проходил проверку и заплатил 25 евро. И вообще, если бы было подозрение на рак и его не оказалось, слава тебе, господи, то до конца жизни вам в почтовый ящик примерно раз в год будет приходить письмо с приглашением на обследование. А хотите ли нет, это ваше дело, не пойдете, ну, значит, игнорируете. И письма могут больше не приходить желающих, огромное множество. Также есть и делаются великое множество бесплатных операций. Только нужно подождать какое-то время и вас бесплатно за счет государства прооперируют. В общем, нормально все тут с медициной, а косяков где их нет? Как вспомнишь великое множество страшилок из детства, где хирурги в животе что-то все время забывали? Я тоже могу похвастаться случаем из жизни. Мне аппендицит вырезали под новокаином. А где аплодисменты, друзья? Ну, естественно, дело было в России после перестроечного периода. Дело было на 9 мая, все были выпившие и анестезиологи тоже. И я когда на салюте наорался, то сдался врачам. А они сказали, что жди до утра или терпи, других обезболивающих нет. И никто попьянить не будет наркоз тебе давать. В общем, терпел на столе 45 минут, пока меня оперировали двое хирургов. Что-то под ухом мне шептали, типа, не получается, давай тяни. А я на все это смотрел через лампу сверху. А на мой вопрос, а что там у вас не получается? О-о-о, он еще и зырит все. После этих слов мне прикрыли глазки какой-то тряпочкой. В общем, это совсем другая история.